Разгадать, потому что институт создавал бушку, а сколько было в институте людей, они, многие здесь были тоже, приходили к нам. Недавно было Екатерина Логвиновна, Ющенко, столетие, Денина Львовича, столетие было. Выпускной, там преподаватель. Сколько от нас ушло последних годов, в прошлом году. И Тарасов был. Да, и Тарасов, и Вильбийский, и Молчанов, и Алетичевский. И Капитонова, и Дыркач, сколько их всех было. И Кинжиничный, и Шор, это люди с мировыми именами. Владимир Сергеевич Михайлович, его сын замечательный тоже. Миша Михайлович, я с ним работал. Тоже замечательный ученый. Я считаю, что институт в свое время был интеллектуальным драйвером. В общем-то, не только Украина, но и всего Советского Союза. А генератором идей были? Интеллектуальный драйвер. Это мне хорошо, чтобы кто-то подсказал очень хорошее слово. Действительно, так оно и было. И детские были, и с юмором больших. И надо сказать, что вот нас сейчас пришли учить демократии. Я считаю, что у нас в институте кибернетики не надо было учить демократии, потому что она у нас там была всегда. И я сколько не встречала людей, причем многие не знали, кто я и что я. И вот кто работал в институте кибернетики, все вспоминают, что мы потом ходили в другие, в местах работали, но той атмосферы, что была в институте кибернетики, не было нигде. И я вот могу сказать, что вот смотрите, вот мы все время собираемся, все мы вместе, все. Бывают конфликты, бывают какие-то там ссоры, бывает все. И тем не менее, обратите внимание, 30 лет все вместе и все, так сказать, дружно. Все, что это самое, внутри мы сами разберемся, а так мы, так сказать, дружный коллектив. Это очень о многом говорит, о создателе, о тех людях, которые работали, какую этическую, морально-нравственную планку они нам задали. Я думаю, что надо выпить за Веру, как драйвера этого процесса. За здоровье Веры, за здоровье Веры, за здоровье Оли, там она тоже. Где по-русски, как за руководителя процесса? В НТО, не рядом, не там дача.